Анастасия Буторкина Анастасия, к нам на почту пришел вопрос, касающийся установления отцовства в судебном порядке. Мы видим, что это довольно актуальная тема и для звезд шоу-бизнеса, и для известных других личностей, но также и для простых граждан. И, собственно, на сегодняшнюю тему программы я предлагаю посвятить вопросу признания отцовства в судебном порядке. И сразу вопрос, каким образом можно установить отцовство? Да, Дмитрий, это очень актуальный вопрос. Довольно-таки часто к юристам и к адвокатам обращаются с вопросом, каким образом можно установить отцовство. На что хотелось бы обратить внимание. Все мы прекрасно понимаем, что ребенок может родиться в зарегистрированном браке, может родиться у родителей, которые не находятся в зарегистрированном браке, может родиться в браке, но от другого биологического отца. Да, такое тоже бывает. В зависимости от ситуации, которая есть, конкретной ситуации, есть способы ее решения. Но в любом случае закон предоставляет возможность установить отцовство в судебном порядке. Самая распространенная ситуация, и, кстати, вопрос, который поступает юристам и адвокатам, он связан с алиментами, когда, допустим, родители не состояли в браке, но отец указан в графе «Отец в свидетельстве о рождении» и какой вопрос возникает у матерей, имеют ли они право взыскать алименты в судебном порядке. Мы даем разъяснение, что да, если действительно отец, даже если мама и папа не находятся в зарегистрированном браке, но этот мужчина указан в свидетельстве о рождении, отцом записан, отцом, то тогда имеется полное право и возможность в судебном порядке решить данный вопрос. Это то, что связано, кстати, с вопросом, опять же, признания отцовства. Но на что еще хотелось бы обратить внимание. Если у нас зарегистрирован брак, проживаете ли вы совместно, или вы разъехались в разные стороны, у вас могут появиться, допустим, свои новые семьи и родиться дети, что касается женщин. Сейчас я хочу акцентировать внимание на очень распространенную ситуацию, которая в дальнейшем приносит большое количество проблем для людей. Молодые люди заключили брак, прожили какое-то время, потом расстались, но юридически не решили вопрос о расторжении брака. Молодые люди могут уехать куда-то в другие города, в другие страны, начать новую жизнь, отложить в дальний ящик вопрос о расторжении брака. Находят в себе другие половинки, создают семьи, живут гражданским браком, так называемым, хотя юридически находятся в браке зарегистрированном. Рождается ребенок, и в любом случае ребенок считается ребенком супруга, и в свидетельство о рождении вносится информация о супруге. А теперь, с чем я лично сталкиваюсь, с какой ситуацией? Что женщина, которая находилась в браке, на тот момент выехала за границу, там родился ребенок, она живет со своим, будем говорить, гражданским супругом. Ребенок — точная копия отца. В свидетельство о рождении она вписывает первого супруга. Даже не по ее желанию, по закону. И теперь, если вопрос пересечения границы, не дай бог, вопросы, связанные с наследством, еще какие-то вопросы… Разрешение должен давать только отец. А теперь ситуация была с чем была осложнена? И, кстати, она распространена. Когда бросились искать супруга, который не является биологическим отцом, с ним просто не было связи. То есть человек тоже покинул территорию, выехал. Где он находится, как он находится, ни связи, ничего нет. И получается, есть семья. Да, брак можно расторнуть, вопросов в этом нет. Но ребенок зарегистрирован, имеет в свидетельстве о рождении данные совершенно другого лица. Это проблема. Какие еще могут негативные последствия быть? Например, если отцовство не зафиксировано в том же свидетельстве о рождении. Например, действительно отец умирает, открывается наследственное дело, может быть какое-то наследство, опять же, это интересы ребенка. Или может быть какие-то пособия, или льготы, или выплаты, либо пенсии. То есть, конечно, очень хорошо, если все документы, все всегда в порядке и в соответствии с действующим законом. Тогда и проблем будет меньше. Но, как правило, люди наши любят откладывать все в дальний ящик. Хорошо, Анастасия, какие основные доказательства в таких процессах? Самое основное – это проведение соответствующей экспертизы. Будем называть ее простым языком – генетическая экспертиза. ДНК-экспертиза, да? Да, хочу обратить внимание… Очень популярная в последнее время. Да, хочу обратить внимание, что в Донецкой Народной Республике проводится такая экспертиза. Вы уже упоминали об этом, что уже… Они уже говорили, да, это очень важно и очень существенно. То есть, на данный момент настолько наука шагнула вперед, что благодаря ей можно чуть ли не со стопроцентной уверенностью установить происхождение ребенка от одного родителя, допустим, или от другого. Практически со стопроцентной уверенностью. Да, конечно, именно 100%. Есть специалисты, которые проводят данную экспертизу, но вероятность очень-очень-очень велика. Кроме, это основное доказательство, которое будет оценивать суд. Еще раз обращаю внимание, что в данном случае, если возникает спор касательно отцовства, если, опять же, обращение только в суд, и инициированы данные судебный иск, то, конечно, суд будет давать данному доказательству оценку. Можно заметить, что эта экспертиза — это основное доказательство, безусловное. Можно назвать, да? Дело в том, что суд выносит решение, основываясь на доказательствах, не только на экспертизе, но и на другие доказательства. Оказания свидетелей. Да. Руководствуется законом, внутренним убеждением. Но, конечно, если в экспертизе будет указано, что вероятность происхождения ребенка от 1,97%, от Петрова 0,1%, конечно... Это все понятно. Да. Вот правильно вы, Дмитрий, говорите, что показания свидетелей, на что хотелось бы обратить внимание, что в любой процесс, ну, в данном случае это гражданский процесс, гражданское дело, можно пригласить и взять пояснение у свидетелей. И свидетели предупреждаются об уголовной ответственности в задаче ложных показаний в данном случае. То есть они могут пояснить, что действительно Иванов и Петрова проживали совместно, что, допустим, родился ребенок, допустим, мужчина признал его, допустим, забрал из роддома, принимал участие в воспитании. Да, 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 куда-то на секции, ребенок рос, допустим, фотографии совместные. То есть все это тоже имеет значение для рассмотрения дела. Может быть, какая-то переписка, может быть, какие-то действительно подтверждения, что да, этот человек непосредственно участвовал в жизни ребенка, хотя… Фото, видеодокументы, это тоже все идет в качестве доказательства. Да, 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 все это… Ну, конечно, экспертиза. Анастасия, кто может обратиться с таким иском в суд? Значит, в первую очередь мы должны отталкиваться от сложившейся ситуации. То есть в связи с чем нам нужно установить отцовство? Либо у нас вообще, допустим, в свидетельстве о рождении указано, допустим, супруг, да, как мы рассматривали ситуацию, что в браке родился ребенок, но от другого лица. Если такая ситуация, то мать, биологическая мать, понятно, ребенка, и биологический отец имеет право, либо она, либо биологический отец имеет право предъявить иск к супругу, который фактически указан, его данные указаны в свидетельстве о рождении, и непосредственно оспорить данный факт отцовства. Что еще может быть? Ребенок, который достиг совершеннолетнего возраста, тоже может обратиться в суд с иском. Что еще есть? Опекуны, попечители тоже имеют право обращаться в суд. Но опять же, хотелось бы дать такую рекомендацию, это семейные правоотношения, это связано все с установлением отцовства, которое влечет за собой определенные правовые последствия. Мы о них уже говорили. Наследство, пенсии, льготы, остальное все. То есть не поленитесь, обратитесь к специалистам, для того, изложите все, как оно есть, действительно, не утаивая никакой, ни малейшей детали, потому что много... Все это может сыграть потом. Да, может сыграть, допустим, не в вашу пользу. Все расскажите, и вам специалист действительно подскажет, что нужно сделать, как нужно сделать, может сказать, в какие сроки, допустим, ориентировочные, может быть, решен данный вопрос по существу, какие, допустим, затраты судебной сборы, какая стоимость экспертизы, каким образом обеспечить явку свидетелей в судебное заседание. То есть, конечно, нужно обращаться к специалистам своего дела. Анастасия, если представить такую ситуацию, что ребенок родился в браке, но отец, супруг не является биологическим отцом. Вот, как раз мы же об этом и говорили, что... Это возвращается к началу нашей беседы. Да, что он может обратиться... Во-первых, и сам супруг, который указан в свидетельстве о рождении, но который не является действительно биологическим отцом, может оспорить свое отцовство. И также женщина... Это слово сомневается. Конечно, женщина, которая родила ребенка, мать и биологические... То есть, вот три человека, три, которые могут, допустим, это оспорить. Как правило, кстати, знаете, когда появляется такое оспаривание, например, родился ребенок, зарегистрированный брак, но от другого мужчины. А там же существует какой-то срок. Срок, один год. В течение одного года женщина, ну, либо биологический отец, или отец, который... Она имеет право записывать бывшего супруга, так? Не записывать. Она имеет право на обращение в суд. В течение года она должна успеть обратиться с иском в суд. Если по какой-либо причине этот срок пропущен, опять же, на усмотрение суда, допустим, срок может быть восстановлен. Но должны быть действительно такие весомые доказательства, почему своевременно, допустим, мать, ну, по идее, мы все понимаем, она же не может не знать, кто является отцом ее ребенка. Вот, поэтому... Ну, что, бывает ситуация в жизни. Да, сроки установлены в один год. Данный срок, он касается только ситуации, когда есть зарегистрированный брак, но ребенок совершенно от другого мужчины. В этом случае можно в течение года обратиться с иском в суд. Если вопрос, допустим, о установлении отцовства возникает у ребенка, то там, допустим, ребенок по достижению совершеннолетия может инициировать, например, обращение с иском в суд, там срок не установлен. Вот есть такие вот нюансы именно в этой судебной практике. По просьбам судебных органов, да и другие инстанции, просто частным обращением граждан введена экспертиза так называемого отцовства. Эта экспертиза платная, бюджетно финансирована, на это не предусмотрена. Вот, она может проводиться как на основании определения или постановлений судов, так и по личному обращению граждан. Ну, обычно это экспертиза ребенок, мать и предполагаемый отец. Разные бывают ситуации, ну, такие экспертизы очень интересные, она для нас новая. Вот, но это сейчас один из современных методов исследования и во всех европейских странах, в Российской Федерации уже даже при расследовании уголовных преступлений больше уделяется внимания именно генетическим исследованиям. Благодаря главе республики Александру Владимировичу Захарченко мы получили новое здание. Вот, это офисное здание, вот, в нем был проведен соответствующий ремонт под непосредственно ДНК-лабораторию. Приезжали наши друзья, коллеги с Российской Федерации, нам помогли, как сделать ремонт, как красиво, чтобы было удобно. Вот, потом, значит, пошел этап обучения специалистов. Начиная с 2015 года у нас обучено уже пять судебно-медицинских экспертов, иммунологов. Они получили квалификацию в Главном бюро России судебно-медицинская генетика. Вот, эти сертификаты у нас уже зарегистрированы в Министерстве юстиции ДНР. Анастасия, а такой вопрос. Чем отличается признание отцовства от установления факта отцовства? Дмитрий, это очень интересный и актуальный вопрос. Мы о нем когда-то уже говорили в нашей передаче, но стоит, конечно, напомнить и повториться. Значит, установление факта отцовства — это особое производство, и суд рассматривает это гражданское дело в случае, если отца уже нет в живых. То есть, когда отец биологически умер. Значит, почему этот вопрос довольно актуален? Мы все прекрасно понимаем, что у нас длительное время были военные действия, что мужское население, конечно, и погибало. Вот, поэтому возникали ситуации, когда женщины обращались за специальной помощью правовой, и довольно-таки много гражданских исков. Это не гражданские искы, это заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. И действительно устанавливали факт отцовства. В данном случае при обращении с таким заявлением в суд точно так же вызывались свидетели, предъявлялись фотографии совместные. Допустим, надо было суду, допустим, довести к сведению суда, для чего это делалось. То есть было дело, где, например, необходимо было оформить наследство. Ну да, если какие-то имущественные возникают скоро. Было дело, когда необходимо было пенсию оформить. То есть в зависимости от ситуации, ну и такие заявления многочисленные, они имеют место быть. Конечно, хотелось бы еще раз обратить внимание, независимо от того, какое у вас дело, допустим, или спор семейное, трудовое, еще какие-то вопросы. Не поленитесь, все-таки не советуйтесь со знакомыми, с друзьями, с соседями или еще что-то. Есть специалисты, которые вас правильно направят, потому что на практике часто получается так, что приходят и говорят, допустим, то сроки пропустили для принятия наследства, то документы какие-то выкинули, то еще там что-то сделали. А потом очень тяжело юридически, это затратно по времени, по финансам, по нервам, собрать обратно все воедино. Поэтому если вы, допустим, в чем-то сомневаетесь, это касается не только юриспруденции, но в принципе всех узкоспециализированных, допустим, вопросов, обращайтесь к специалистам. Спросить это не стыдно. То есть лучше получить информацию достоверную, правильную, чем потом жалеть и все исправлять. Не стыдно, а полезно. Ну а на этом наши 7 вопросов к вам закончились. Я вас благодарю, Анастасия, нашим телезрителям. Хочу сказать, что надеюсь, что наша передача для вас является полезной. Вы смотрели программу 7 вопросов юристов на телеканале «Новороссия ТВ». В студии для вас работал Дмитрий Зиньковский. Не переключайте канал. Спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.